Эту тему сейчас осудим с Денисом Марчуком, заместителем главы Всеукраинской аграрной рады. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте оттолкнемся от фразы по поводу того, что Россия не видит перспектив, на чем базируется их вот эта вот слепота. Вот если для этого объективные, понятное дело, что это вопрос такой с подвохом причины, и субъективные, почему вот на данный момент снова срывается сделка, как вы думаете? Нужно расставить две ключевые такие позиции. Первое, это то, что вы упомянули, это подписание самих стамбульских соглашений. Там никакой речи о том, чтобы надать какие-то преференции России в контексте экспорта или снятия санкций, не идется. И тогда было подписано это соглашение, что есть коридор, этим коридором черноморским будут двигаться корабли, которые будут выходить с портов Большой Одессы, то есть три порта. Это Черноморский, Одесский и Южный, и фактически это соглашение начало работать. Но когда это начало работать очень эффективно, фактически через полтора месяца Россия начала уже ставить палки в колеса, понимая, что это приведет к тому, что Украина действительно будет экспортировать, продавать и получать от зерна валютную выручку, которая будет влаживать свою экономику, в том числе и поддерживать вооруженные силы Украины. Поэтому фактически, наверное, с октября 2022 года по сегодняшний день, каждую неделю, каждый месяц мы имеем дополнительные условия, которые выдвигает Россия в контексте работы от зернового соглашения. И вот вторая часть — это те хотелки, которые Россия пытается продвинуть уже более чем полгода, для того, чтобы выбить для себя преференции, которые бы давали возможность осуществлять ее логистику, имеется в виду транспортирование морем и другими категориями транспорта русских продуктов. Это страхование, то есть никто не хочет в мировом сообществе бизнес-среде работать с Россией и страховать ее судно или автогрузы. Но и это банковская система, которая не дает возможности осуществлять оплаты той или иной сделки. То есть мы говорим о том, что Россия сейчас категорически стоит на вопросе обеспечения возможностей подключения их Россель-Увозбанка с международной системой платежной СФИ, да, говорит о том, чтобы их корабли имели возможность заходить все в порты мира и не было никаких ограничений, и то, чтобы мировое страховое сотрудничество касалось и России. Пока этого не происходит, и это действительно правильно, этого не должно происходить, потому что Россия — это страна-агрессор, которая войдет в войну против Украины, которые сейчас в ответ на свои действия получают действия мировые в виде санкций. Поэтому такая ситуация у нас складывается за черноморской инициативой, что имея возможность за счет того, что в рамках стамбульских соглашений у нас действует инспекция в контексте работы в Стамбуле, эту инспекцию предоставляет три страны и одна организация, то есть Украина, Турция, Россия и Организация Объединенных Наций, и в рамках вот этой комиссии, фактически вот этого органа, они делают все возможное для того, чтобы проверка суден как на выход с портов Украины, которая двигаться в Босфору и дальше, чтобы двигалась с третьей стороны мира не осуществлялась, так и не осуществлялась на вход с Босфора, которые могли бы продвигаться далее в сторону Украины. Вот мы имеем ситуации, когда действительно до юра соглашение действует, еще действует с момента подписания 16 марта. Напомню, что мы как страна говорили о том, что соглашения должны работать в контексте договоренностей, то есть 120 дней. И с момента 16 марта до середины лета они должны действовать. Поэтому, когда Россия сейчас фактически уже с 1 мая на сегодняшний день осуществила проход на вход и на выход около 43 кораблей, ну это даже не 20% от возможности осуществлять работу в рамках наших соглашений. Поэтому очень важно, чтобы наши партнеры, Турция, которая взяла на себя обязательство быть переговорщиком, которая действительно сделала очень много для того, чтобы эта инициатива заработала, уже выходя из предвыборной кампании, у них закончились и парламентские выборы, и президентские. Очень важно было бы, чтобы Эрдоган вернулся к повестке дня на международной арене, потому что очень многие страны, в том числе и Украина, в первую очередь, и бедные страны, которые ждут украинское продовольствие, ждут нормальной экономической работы для того, чтобы обеспечивать продовольство мир, для того, чтобы не нести никаких угроз с голодом для Африки, Ближнего Востока и стран Азии. Денис, говоря об этой сделке, которая была заключена в июле 2022 года, при посредничестве, как вы сказали, ООН и Турции, также упоминается, что для того, чтобы убедить Россию разрешить Украине возобновить экспорт зерна из Черного моря, в прошлом году, также в июле, было заключено отдельное трехлетнее соглашение, в котором ООН согласилась помочь и России с ее собственным экспортом продовольствия и удобрения. Вот в рамках вот таких диалогов «мы вам ничего, а вы нам еще что-то должны», как вы думаете, выход, вот эти угрозы из этой сделки Российской Федерации может же навредить и им так же? Они же тоже, получается, разрывают эту сделку в одностороннем порядке, если они решатся на это. Какие последствия для выхода из этой сделки будут для России и какие последствия будут для нас? Для России не очень большие, скажу почему. Потому что, когда Россия заявляет о том, что она не имеет возможности продавать зерновые, то если мы посмотрим с вами на маркетинговый год с начала июля, с 1 июля на сегодняшний день, то Россия увеличила фактически 2,5 раза экспортный потенциал зерновых. А экспортный потенциал зерновых составляет более 40 миллионов тонн. То есть они интенсивно наращивают свое присутствие на международных рынках, тех рынках, которые покупали и покупают зерно в России. Более того, формируя политику конфронтации в Стамбульских соглашениях и не дает возможность проходить судном с украинским зерном, тем временем они экспансией фактически отбирают те рынки, на которых традиционно работала Украина. То есть для них еще есть дополнительный экономический эффект от того, что Стамбульские соглашения не действуют в полной мере. Поэтому, знаете, то, что Россия подписывает, то, что Россия берет на себя какие-то обязательства, как показывает практика, это ничего не значит. Поэтому, если мы хотим, чтобы в Черном море была безопасность, чтобы в Черном море ходили корабли как на вход и на выход, нужно, наверное, думать о расширении координационного центра или тех стран, которые могли бы присоединиться к условиям работы Черноморского соглашения в том контексте, чтобы они имели очень большое значение в политике мировой. Я имею в виду такую страну, как Китай. Я имею в виду такую страну, как Индия, которая в том числе импортирует значительное количество украинского производства в виде зерновых культур и масличных культур. И когда будет вот такая коалиция, и она будет наставить на том, что они заинтересованы и они ждут нормальной работы Черноморского соглашения, и корабли пойдут с территории Украины, тогда позиция России, она будет, скажем так, чуть-чуть умягчаться. Россия понимает только жесты силы, и она понимает, насколько она имеет сейчас влияние в контексте вот такого шантажа продовольствия. Плюс у нас еще один момент, который бы я тоже хотел обсудить. У нас, вы знаете, скоро приедут представители африканских стран, которые будут и в Украине, и в России. После техногенной катастрофы, которую совершила Россия на территории Украины, подорвав Каховскую ГЭС, они будут спекулировать на этой теме, что смотрите, вот в Украине сейчас тоже катастрофа техногенная, значительные объемы полей не будут засеваться вовремя, то есть как бы то количество экспорта, которое могла бы реализировать Украина, у нее такой возможности не будет. А есть Россия, вот мы давайте с вами будем говорить о том, чтобы все-таки поддерживать больше экономические отношения с нашей страной, так как мы можем это делать. Поэтому еще в контексте вот этих возможных таких переговоров, нам тем более нельзя смягчать санкции отношений России. Если мир сделает какой-то шаг назад, уже потом вернуться опять и сказать, что вот мы опять что-то делаем, будет очень тяжело. Поэтому все это играет действительно в том контексте, что Россия не зависит от каких-либо соглашений, договоров, которые она подписывает. Россия играет свою игру. Нам с нашей коалицией, с нашими союзниками, странами, которые поддерживают Украину в этой войне, должны тоже играть в свою игру и не делать никаких уступков России в ее политике. Про потери и про последствия мы сейчас с вами поговорим. Я хочу завершить момент, связанный с причинами такого снова поведения негативного по отношению к сделке Российской Федерации. Упоминая переговоры, которые состоялись, об этом пишет «Голос Америки» с генеральным секретарем конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспен и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым. Мы сегодня уже о нем вспоминали. «Голос Америки» пишет, что перед переговорами Вершинин заявил, что в ходе переговоров нельзя опускать из виду некоторые недавние события в Украине. Ну, понятно, о чем идет речь. Конечно же, разрушение Каховской плотины. И тут они еще приплели разрушение российского аммиакопровода Тольятти-Одесса, который является одним из самых длинных в мире для транспортировки аммиака. Наверное, это одна из причин, по которой опять начались вот эти телодвижения и в зерновой сделке. Но вопрос в другом. Ведь создана или создается независимая комиссия оценки того, кто это сделал. Хотя ни у кого никаких сомнений нету, кто это сделал. Об этом уже сказал и Жозеф Боррель, высокий представитель дипломатического корпуса Европейского союза по безопасности. Они открыто заявляют, кто виновник в этом всем. Поэтому при переговорах по зерновой сделке, вот этот шантаж, про который вы говорите, и вот то, о чем пишет «Голос Америки», пора ли его перевернуть зеркально в другую сторону и начать, может быть, уже более резко говорить с Россией и шантажировать ее, ее же шантажом, именно уже при этой сделке. Потому как, когда эти доказательства будут опубликованы и озвучены, то о каких вообще аргументах с российской стороны может идти речь? То есть какой тут вообще возможен в этом смысле диалог, кроме как конкретных условий и достаточно радикальной по поводу сделки? Об этом говорит Украина фактически с первого дня войны, потому что если мы напоним процесс конфронтации, который нашел, то есть агрессия у России по отношению к Украине с февраля 2022 года, с первых дней Украина заявила, что нужно помогать Украине, иначе мир будет в ситуации, когда не будет дополучать значительное количество продовольствия. Полгода мы доказывали, объясняли, пока действительно не пришло понимания, что от украинского продовольствия зависит действительно очень многое. Когда цены пошли вверх, фактически мир тогда ощутил, насколько важен украинский аграрный сектор. И, конечно же, в контексте нашей общей работы и заявлений мы продолжали говорить о том, что нужно действовать против России, нужно увеличивать санкции, нужно помогать Украине вооружением. И таким образом мы действительно тогда будем ставить Россию в более договоренно способный такой режим работы, когда Россия будет видеть, что Украина получает вооружение, которое будет давать бой, отбивать врага с территории Украины, временно оккупированной. Когда Украина будет получать вооружение, которое она могла бы осуществлять и задействовать в обеспечении коридоров в Черном море, тоже как бы это очень важно. Давайте напомним, что зерновое соглашение тоже стало возможным после того, как мы потопили крейсер Москва, когда освобедили остров Змеины, когда фактически наши вооруженные силы сделали все возможное для того, чтобы проложить этот коридор. Если Украина будет получать еще больше вооружений, которые можно было бы применять на воде, это бы тоже был дополнительный аргумент, чтобы оказывать влияние на Россию, и чтобы ее договороспособность была более адекватной. Ну и теперь про потери и про последствия, которые могут быть. Я хочу напомнить, что еще в мае профильное министерство информировало о том, что Украина планирует засеять наибольшую площадь яровой пшеницы за последние 12 лет. Однако теперь ситуация изменилась, и прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва россиян на Микоховской АГЭС могут вырасти до более чем 10 миллиардов долларов по причине невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных территориях. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Давайте услышим. Для восстановления сельскохозяйственных земель в зоне подтопления потребуется 5 лет минимум. Мы понимаем, что это уже убытки, рассчитываемые ориентировочно в 10 миллиардов долларов и больше. Для плодородных почв могут быть разные угрозы. Пока невозможно их оценить, потому что такого прецедента в таком масштабе не было. Сейчас уже понятно, что эти земли не останутся в том состоянии, которое было до подтопления. Надо будет вкладывать средства в их восстановление. Какие именно, будет понятно после проведенной агроэкологической оценки состояния земель. Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, в комментарии Пятому каналу. Ну и, конечно же, хочется узнать. Я понимаю, что есть отсроченные последствия и есть вот уже сегодняшние сейчас последствия. Немножко детальнее скажите, что нам ожидать сейчас вот от этих потерь. И в отсроченной перспективе, и понятно, что это не только на Украину отразится, для того, чтобы наши зрители понимали, какие могут быть еще сюрпризы, скажем так, от этого ужасной трагедии, которую совершили россияне. В контексте Украины мы говорим о фактически затоплении большей территории временно оккупированной части левобережья Херсонской области. Это Запорожская область, которые через подрыв Каховской ГЭС фактически на года потеряли возможность сделать рашение на своих территориях. До военный период времени, фактически имея возможность контролировать ситуации на своей территории Украины, рашение на Херсонщине было около 94% поступало от Каховской ГЭС. Также на Запорожской области около 74%. Даже часть Днепропетровской области около 30% брала воду с Каховской ГЭС благодаря работам канала Крымского и Каховского, сейчас не имея возможности быть на левом берегу Херсонщины, мы только можем констатировать те убытки, которые понесет Украина и сельхозпроизводители в контексте подсчета довоенного потенциала этого региона. Довоенный потенциал, возьмем 2021 год, фактически на этих землях выращивалось около 4 миллионов тонн зерновых. Это в сокупности было около 4% экспортного потенциала зерновых и масличных культур, давало возможность зарабатывать Украине более 1,5 миллиарда долларов. То есть мы говорим сейчас о зерновых культурах и уже не считаем это потери людей, это потери инфраструктуры, это все то, что несет большое количество разрушений в контексте вот этого взрыва. Касаемо контролированной части Украины, правообережья, на сегодняшний день тоже констатируем убытки. Затоплено было более 10 тысяч гектаров земли, недополучение в виде продовольствия около 100 тысяч тонн. Ну и, конечно, очень важно, мы говорим о том, что тот традиционный регион, который фактически заполнял территорию Украины овощами как ранними, так и сезонними, он фактически приостанавливает свою работу. Да, мы уже фактически приостановили после временной оккупации, но сейчас, когда мы эти территории вернем, без воды заниматься выращиванием овощей будет невозможно. Поэтому действительно убытки колоссальные, и с момента, когда мы сможем это оценить, они будут еще более-более возрасти. В контексте возобновеления работы, ну я думаю, что довоенный, ну скажем так, когда ишла речь только о оккупации товаропроизводителей, которые имели там бизнес, говорили, когда мы вернемся на свои территории, для того, чтобы восстановить потенциал довоенной, нам нужно будет около 2-3 лет. Имея вот такую техногенную катастрофу, действительно речь уже будет идти о значительно большем количестве лет, минимум от 5 до 6, и то при условии. Если нам удастся, скажем таки, в краткие строки возобновить, построить работу Каховская ГЭС, иначе там воды фактически негде будет брать. Свердловины, которые по одиночным вариантам используют товаропроизводители, это очень малые объемы, не все их имеют, плюс это не всегда достаточная такая пресная вода, потому что там имеется большое количество соли, поэтому это не выход, только возобновление Каховская ГЭС даст возможность снова вернуться к тому производству в аграрном секторе, который мы имели до войны. Неутешительные прогнозы, но по крайней мере они реалистичные и мы их слышим. Я надеюсь, что их слышат и представители ООН, которые продолжают вести переговоры с российской стороной по зерновой сделке. Надеемся, что будут какие-то подвижки и в этом смысле. Спасибо вам за комментарии. Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады, был нашим гостем.